всем привет очень рада быть в эфире я сегодня немножко опоздала задержалась всем привет всем привет мы сегодня с вами поговорим про правильную ревность хотя мы знаем что нельзя ревновать и завидовать но мы поговорим про правильную ревность если до завидовать то как и чему именно и поговорим про счастье да о том как яков ждал свою рахель и все равно был счастлив даже мыслью об этом вот всем шалом инга маша шалом всем привет рада эфиру всем шалом супер так ждем когда все подключатся александриц как шалом всем шалом и мы дальше разбираем нашу недельную главу так и начну я пожалуй с такой небольшой истории однажды у одного мужчины который постоянно был радостный такой счастливый у него спросили скажи пожалуйста в чем секрет почему ты всегда счастливый всегда такой радостный у тебя что никогда не бывает проблем ты что не работаешь у тебя нет бытовухи у тебя нет детей почему ты всегда счастливый он такой нет у меня все это есть они говорят ну так почему ты всегда все равно радостный и счастливый он говорит но у меня есть выбор как принять эту ситуацию, да, у меня есть выбор, либо я сейчас там, не знаю, буду печальным, грустным целый день, или я буду радостным, и брать из этих ситуаций только добро и только радость, так и Яков, когда он ждал Рахель, ну он уже, все, у него сейчас жена Лея, что он будет делать, роптать на Лею, ну что, будет выгонять ее, или как, или все, не буду, значит, Рахель брать в жену, и все, что ему оставалось делать, окей, он все равно сказал себе, нет, я буду ждать Рахель, и я буду счастлив делать все, чтобы опять-таки получить ее в жены, и я буду стараться, и я буду счастлив, и сказано, что для Якова все эти годы, что он работал, пролетели так быстро, как один год, потому что он настолько ее любил, что он от мысли, что она будет моя жена, он, да, я буду работать, да, я буду стараться, и это был его выбор, каждый-каждый день брать на себя, теперь, по поводу радости и не очень, дальше в нашей недельной главе написано, как не было детей, как наконец-то Рахель досталась в жены Якову, и у них не было детей, к сожалению, да, дай Бог, чтобы всем семьям, которым нужны дети, Всевышний послал здоровых, красивых детей, Байзрат Ашем, вот, так вот, и у них не было детей, и она видела, как у ее сестры Леи, ну, рождались дети, и можно было здесь подумать, что, наверное, Рахель, она очень завидует, что у них есть дети, да, и это, ну, как бы, это не то, что правильно, это понятно, что если у него две жены у одной рождаются, дети у другой, нет, она, наверное, завидует, и сказано, что Рахель, она была настолько святая, что она говорила, наверное, Лея более святая, и ей больше положены дети, чем мне, то есть она завидовала не самому факту, что у нее есть дети, она завидовала ее святости, и она говорила, я тоже буду настолько святой, и я буду делать все, чтобы быть хорошей, то есть здесь мы видим, когда ты идешь там и думаешь, вот эта машина у этого человека, я себе тоже хочу такую, он не заслуживает, то есть мы из-за страхов, из-за того, что мы тоже хотим, мы говорим, мы завидуем, да, мы ревнуем, и мы хотим тоже такую, и мы говорим, наверное, он там плохо заработал, еще что-то, и мы говорим, вот бы нам такую машину, и мы не знаем, как этот человек пахал там ради этой машины, насколько он старался, нет, чтобы сказать, вау, вот этот человек молодец, он работал, он старался, Вот это у него силы есть, я тоже хочу, чтобы у меня было столько сил, я тоже хочу заработать сам там на мою машину, да, то есть нам нужно завидовать не самому факту, да, чего-либо, особенно материальности, нам нужно завидовать на качества хорошие и смотреть на то, где мы можем улучшить себя, где мы можем улучшить своих близких и так далее. Дальше по поводу ревности, даже не то, что ревности, а здесь я сейчас затрону критику, представьте себе ситуацию, сидит, значит, Петя, мальчик и плачет, подходит к нему мама и спрашивает, почему ты плачешь, Петенька, он говорит, Толик сказал, чтобы я выбросил свои рисунки, я плохо рисую, она говорит, почему и что ты действительно их выбросишь? Ну да, зачем они мне, если я плохо рисую? Она говорит, то есть ты рисовал это все для того, чтобы понравиться Толику? Он говорит, ну нет, а для чего ты это рисовал? Потому что тебе было хорошо, когда ты рисовал, да, ты хотел получить красивый рисунок? Да, у тебя красивый рисунок? Да, но Толику не нравится. А ты рисовал ради Толика? Нет. Тогда зачем тебе мнение Толика? И это в тот момент, когда есть люди, которые, не дай бог, завидуют или не знаю, из каких побуждений они это делают, они начинают критиковать. Эта критика, она как яд, она опасная, потому что она не обусловлена ничем. Да, как в этом случае Петенька нарисовал рисунок, он для него самый красивый, для его мамы, для всех его близких он самый красивый. Для Толика, так как он не знает, сколько сил в это вложил Петенька, он не знает, как он старался подобрать цвета, конечно, для него это, что ты тут нарисовал? И он не оценит этот труд. Так давайте мы будем советоваться и опираться на мнение людей, которые опытные, которые знают, что это самый лучший рисунок в мире. И не ходить к таким Толикам, да, и слышать у них совет, как мы все ужасно сделали. Нужно знать себе тоже цену и вот. И напоследок, мне очень интересно, я буду читать комментарии, пожалуйста, напишите, что делает вас счастливым. Приятно провести время с семьей, я не знаю, под дождем побегать. Напишите, пожалуйста, какие-то вещи, помолиться от души, да, когда какие-то чудеса, подарить кому-то подарок, чтобы тебе подарили подарок, не знаю, уехать путешествовать. Напишите, мне очень интересно, я прочитаю. Напишите, пожалуйста, и задумайтесь, что делает вас счастливыми. Пожалуйста, я буду читать и буду радоваться вместе с вами. Вот, и на этом спасибо вам большое за внимание. Вот, нужно ревновать. Давайте сделаем немножко выводы. Нужно ревновать только к хорошим человеческим качествам. Качествам, которые ты хочешь взять себе, чтобы стать лучше, это во-первых. Во-вторых, мы сами выбираем сейчас нам радоваться или грустить. Это наш личный выбор. Мы сами выбираем, чтобы нас жалели или чтобы быть сильнее. Вот, это такие выводы с урока. И, пожалуйста, пожалуйста, напишите, что делает вас счастливыми. Все, спасибо большое, что вы сейчас меня сделали счастливой, что у меня было столько зрителей на уроке, 80, сейчас уже 73. Спасибо большое, что вы меня счастливили своим присутствием. Вот, и я жду ваши комментарии. Всем хорошего вечера.